Минувшие выходные на всю европейскую часть России обрушили сильнейшие снегопадные метели. Досталось от стихии и Ульяновской области. Судя по сообщениям из сети, Пургаза метала как небольшие дороги, так и междугородние трассы. Одно из таких тревожных сообщений опубликовал председатель областной общественной палаты Александр Чепухин, который рассказал о борьбе со снегом в Черноклинском районе. Дороги Белый Яр, Суходол, Калмайур, Андреевка, трассу на Крестово-Городище расчищали по несколько часов. Но хуже всего дела обстояли на дороге к деревне Белая Рыбка. Метель фактически отрезала ее от Большого Мира на несколько дней. Лишь по счастливому случаю там никому не потребовалась скорая помощь или не случился пожар. Не смог выехать оттуда и фермер Владислав Росашанский, чье козье молоко ждали семьи детей, имеющих противопоказания к коровьему. За трое суток метели дорогу в сторону деревни Белорыбка замело напрочь. Снег спрессовался и стал похож на цемент. Я вот прыгаю, при моих 100 килограммах он подо мной практически не проминается. А по уровню он доходит мне выше колена. Чуть дальше сугробы оказались еще больше, практически в человеческий рост. Чтобы их убрать на дорогу к Белой Рыбке, пришлось пригнать особенно мощную технику. Вот сегодня привезли Катерпиллер, потому что кроме этой техники здесь никакой другой не пройдешь. Вот у местного фермера есть Кировец, он прекрасно вычистил само село, то есть поддерживает основную дорогу, но здесь кировцу даже делать нечего. Сам Александр Викторович двое из трех суток фактически прожил на этой дороге. Связывался с дорожниками, был проводником для трактористов. Их, кстати, можно назвать настоящими героями. Водителя Катерпиллера мы отвлекать не стали. Даже через стекло по его напряженному лицу было видно, что ему льда нас. Да и с водителем Грейдера, стещавшим уже пробитый туннель, мы смогли поговорить только во время перебора. Как вам дорога? Как снег? Ужасно. Очень много его навалило. И не берется, он твердый, набитый, никак не оселяем, еле-еле. Ну, потихоньку пробиваемся, понемногу, понемногу. Героем можно назвать местного фермера Алексея Макарова. Благодаря его инициативе само село Крестово-Городище и дороги к нему со стороны Ульянска удалось отстоять от стихии. Затребует этого, мы можем и пустить в две смены. Вот наше работало три единицы, то есть к 700 и 2 МТЗ. Если нужно было выезд на трассу, то есть, ну, все. Тоже свинокольцы, волоски тоже молодцы, ребята. Они на двух тракторах, скажем так же, с пяти часов работали, без устали до двух часов, и никто не заплакал, не... Потому что это надо, потому что многие сейчас работают, как правило, в городе, им надо добраться до рабочего места. Повоевали немножко, ну, снег победили, и мы на будущее также будем побеждать. Это наша такая стеза. Дорогу к Белой Рыбке все-таки удалось пробить вечером во вторник. Около девяти часов вечера бульдоджер расчистил сугробы и вышел на незанесенный участок. Все, кто эти три дня бился за деревню, наконец смогли выдохнуть. Игорь Улитин, Юрий Конихин. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова